Ага, и голодали, и как бы было. А после войны, как было лепо, при советах, при поляках? После войны все страдали, все, по головному. А до войны, как-то, богатейшие, у кого больше земли было, скота держав больше, и где земли было, то те, кстати, не так голодали, а в которых мало было, что земли, то те голодали. А лишь одно, в евреях у нас основная была рыба, заготовка рыбы. Рибы поедем гайбаску на ловец, где еврею, кстати, завозят, сдаст, где мошок муки. А где сдаст, тут, куда, в городок? Тут, в Машуле. А с Машуля в Давидгородок, а с Давидгородка, аж в Варшаву нашу мошульскую рыбу завозят. Это при Польше? Да. Вот такие планы. Дякую вам. А вот те праздновали у вас запусты или масленицу, что-то делали? Праздновали. А как? Раньше праздновали, а сейчас уже... А как праздновали раньше? Ну, а как праздновали, как сказать, ближние приходили одна до другого, что-то, по праздниках. А так, теперь мне, что-то... А когда вот это вот было? Вот как у вас говорили, запусты? Ну, на запуске уже, что-то, это, сами знаете, уже запуски, это парад постом был яким. И парад другие посты, я что-то... А запуске-то у вас считалось воскресенье или вторник? Как, когда они попадают по календарям. Ну, они попадают с недели завсюду. Угу. А на запуске пекли блины? Ну, как-то. Не все. А вот там масло, сыр делали? Да, да. Тут у нас во время польской власти один хозяин держал 28 рогатого скота. О. Коров держал, ну, две пары волов было, а там все коровы были, потому что на острове был на полях, где держали скота. Подумайте, вот мой отец и матерью держали пять голов рогатого скота. А ваш отец с матерью тут жили, в мочуле? Тут жили. Мать похоронена тут, а батюка похоронена. У Польши. А чего? Война заставила таким планом. Ага. Похоронен в Польше. Ага. А матерь похоронена тут. Ага. А вот вспомните на запуске, вот катались там на чем-то? Нет, нет. На катание-то нет. А какие-то вечеринки, может, делали? Нет, этого я не... Нет, не каждый же яхттор. Но есть такие, что жили замужней, а жили бодней. Не так, как и сейчас живут. Одне зажитые лучше, а другие зажитые лучше. А вот как-то вот одежду новую шили. Это может вот к запускам или к Пасхе? Не, как кто-коли, особенно, особенно, как говорится, как кто-коли смог, так, тоди заказывали. Тоди, еще при польской власти, то это в Давидгородок ездили, где там евреи, в евреи купляли материалы. Шили из этого материала, кстати, платья, одежду, любую, обувь. А у Рамли тут жили евреи? Да у нас в Маршуле две семьи было. А, а что они делали? Ну, что, на свой, у них же тоже был, тоже праздник, еврейский. А какой? Ну, кстати, это, я, казаться, ну, короче сказать, так, как Пасха, по-нашему. То в них тоже, то навык, они три дни ничего не держал, один еврей, что это семья, держала скотину, вот, коровы держали, вот, двое. А другая семья-то не держала ничего, потому что одна мать была и сын, другая семья. Вот, то и того, там на Дресской, вот, они жили, то и того, то три дня ничего доглядали суседи скотину, а они три дня, что это, сидели молились о Богу, что это, уехали такие, что это, молитвенники, поробленные были, навык, на кожи, ни на чом, молебень. А по субботах тоже, вот, они так не это приглашали, чтобы кто-то им смотрел коров, те сами. Кто, евреи? Ну, вот, по субботах у них. Это только в праздник, а так у любви, только в этот праздник. А им платили за это, те что? Платили, обязательно, они так не... А что, и они войну пережили, те, як, в этой евреи, что жили? Мы их, их у Хиновск загнали, где, по расстрельбе. Як называется вёска? Хиновск, Ольшан, деревня Ольшан, из Ольшан ехать на Давидгородок. А много их там забили, евреевных там? Там евреев забили, хорошо сказать, можно больше и тысячи. А, так с разных мест вы их там пригнали, да? Из Давидгородка, из сел, из этих, где, кстати, збирали, их туда, кстати, и убивали. Наших людей православных гонили, которые не выполняли. Яйца не сдали, кстати, это за тиждень масло, сало. А где за них, где копали эти траншеи, где их расстреливали, где закопали. Вот такие планы. Слушайте, а при Больши ваши бачки не голодали? Ну, как жилось при Больши? Тро Демидович, а вспомните, ци был у вас таки намский, науский великдень? Великдень, это ж нас, это будет великдень, это ж от второго. А как-то говорят, вот еще науский великдень, тинамский великдень. Финальский. Не, намский говорят. Майский, майский великдень. Тинамский великдень как-то, или великдень мертвых как-то вроде говорят. Это будет майский валий день, это будет уже по международной Пасхе пройдет до этого. Ой, Боже наш милый. Вот, как у нас уже будет, вот, машите, трошки, я уже встал. А когда у вас на Могилке больше вот ходили? На Моглице у нас будет уже, кстати, это вот, после Пасхи это во вторник. А у вас ранее ходили в этот вторник? Ну, это будет весь час и в памятники все. А вот раньше, вот как вот на вашей памяти, вот это была эта радовница? Радовница все время была. Вот, спасибо за то, что вы подсказали. Радовница, на Радовницу. По Радовнице это майский, майская Пасха в шестьверх. После Пасхи, в шестьверх. Майская Пасха. Называется майская? Майская Пасха. Ага. Майская. А у вас вот больше на эту майскую Пасху ходили, те на Радовницу? На Радовницу основное. А на майскую Пасху нет. А что робили на ту Пасху учать сверху? Ничего. Уже кое-что можно, кстати, порабляли, а это целый тиждень, еще верно, никто такого не работает. Вот. А уже, кстати, этого. Но вот пришлось мне, что я на Радовницу вот здесь, вот здесь цибулю сажал и шоснок на Радовницу. А не поросла мне цибуля, она вот на Радовницу, что садить стал. А дека на Радовницу, вроде говорят, с утра как-то можно работать, а то уже после обеда нежелательно. Нельзя, нельзя работать и до обеда, и после обеда на Радовницу должны святковать тоже. А Калина, что на кладбище на 10? Ну, на кладбище это же как, у нас же батюшка один у Рамле, а у нас эту каплицу поставили. Хотели церковь, то церковь не разрешили ставить. Где каплицу поставили. То этого, то там отправить. А далее уже сюда ездишь. В четыре часы только отправить, батюшка. В воскресенье или в праздники какие-то. В четыре часы такое. А еду у вас носили на Моглице? Ранее. Не понял. Еду вот какую-то носили на Моглице? Вот, может, яйки, те яблоки. Ну, то ж яблоки носят на эту южку. На Спаса. На Спаса посветят яблоко. Донесут яблоко на Моглице тоже кладут. Вот. А вот как вербочку посветят, то несут? Вербочку не несут на это. А уже тоже на Пасху тоже, кстати, это несут. То, кажется, что на Радовницу треба нести, на Моглице, Пасху. Но несут на первый день Пасхи. Ага. Как мужики, так и шляхта, как мы говорим. И шляхты несут? Ну, вообще разницы нет тут. Потому что тут... Тут нет. Заодно у Давидгородку, католический, костёл. А на Пречистую что-нибудь святили у вас? Не понял. На Пречистую святили что-нибудь в церкви? Будьте добры, повторите. На Пречистую что-то в церкви святили? Ну, вот как вот на Спаса яблоки. На Пречистую. На Пречистую тоже что-то. На Пречистую не знаю, не буду говорить ничего. Ага. В сентябре месяце. А чего оно чудо называется? Ну, чудо, это перед Пречистою. Есть Пречистая Божией Маси. Праздник. Где Пречистая говорила, не бойтесь так мне, как чудо моего. Это перед Пречистою чудо. Теперь чудо, а через день Пречистая. Через день. Вот такие дела. А дали уже Звиженье. Вот. После уже Пречистое. А что на это чудо? Ну, чудо, чудо, это что-то от Бога воно созданное по православной вере. Эти праздники. А католики не праздновали чудо? Католики это, кого я не знаю. Хорошее сказать, чтобы они это праздновали-то не... Могу их вон и есть, но не скажу я уже вам точно не докажу о таких делах. А что вот на это чудо делали? Что надо было вот праздновать? Как? Ну, на чудо... Короче сказать, нельзя такого ничего делать. Нельзя такого ничего делать. И то, что надо доглядеть примерно скотину. Доглядеть, обтопить свою, как говорится, квартиру. Те, другое. Это ж не то, что в городе, где сами знаете. А в деревне надо ж дрова носить. Те, другое. Скотину надо покормить или попасти, выгнать. Поросята, куриць, гуси. Кто что имал, то держал. Это ж все надо доглядать. Вот такие два. А такое вот нельзя было там на поле работать, вот на чудо? Не, на поле не... Ну, как кто хотел, так кто и робил. Сейчас на время, короче сказать, до... Як была польская власть, то тогда заставляли святковать. А уже когда пришли советы, то уже тогда не глядели ни на что. Навет... У нас Пасха, а то будешь. Дорого мая. Пасха православная. Вот. То на Пасху один день попразднуйся, а на другой день уже иди работай. А сколько надо праздновать Пасху? Пасха три дня. Рождество три дня. Рождество тоже три дня. Это два праздники, что по три дня. Тройца тоже три дня. Тройца. И называется Тройца. Три дня праздновать. Три праздники по три дня. А чудо один день? А чудо один день. Прочисто тоже один день. Так вот, когда были поляки, так они заставляли праздновать чудо. Так это ж православный праздник. Какая им разница? Ну, это уже разница тут такая, что уже по сейчасному тоже, как сказать, на католическое рождество. 25 числа католическое рождество. Декабра месяца. Помните или нет? Так, так. Помните? Бо я 26-го родился. Вот. Декабра. То этого. То наш Лукашенко дал, кстати, два дня празднования. А наше рождество один день празднования. Ну, это, как говорится, как власть подействует в работе. А вот сейчас я слухов телевизора включал, то Путин сказал, что с 1-го числа, 1-го числа, мая месяца, до 10-го числа праздновать будет Россия. А рассказывали что-то вот, что кто-то на чудо работал и что-то стало? Это было, короче сказать, на звижение. На звижение. Это после прочистое звижение 27-го ноябра. Звижение. То заехал наш селянин. Семь километров там, где полигон был раньше. Заехал пахать. Там и ночевал, и снова все. Запрыг волы. И встал, чтобы бороться. На зиму стоять рож. Жито. Я сказал рож, но вы не поняли. А жито то вы должны знать. Вот. Заехал, где там жив, нашел, танковал все. Где запрыг волы раз, аж волы не пошли. Аж волы не пошли. Приезжает сусед. А что-то, кажется, параки, я запрыг волы, где хватило рад, где волы не пошли. Стали крутиться, все люди не пошли. Я гоню, а волы же не кони, где одно один повод. А в коне то лейцы. Где ни крутятся, ни сюда, ни туда. А повода-то аж нема, чтобы пошел. Приехал, я не стал раз, приехал, все сусед из дома. А что-то тепараки, я не шо хотел, раз и не пошли мои волы. А ты не знаешь, что тепар, это, звижение нельзя похасить на звижение. Это вот таким планом было тоже, это, кстати. Такий примет был, кстати. По жительству, кстати, это по праздниках. Короче сказать, творанина. Шляхта называлась. А православные вроде так, ну, уже ни сюда, ни туда православные были. Вот такие дела. А больше такого сказать. Словом, короче сказать, это рассказывать очень много. Потому что уже я, слава Богу, 91 год. А как вас звать, скажите? Бегун Петро Демидович. А вы сами со шляхты? Я сам православный. Ага. Я сам. Во время 1939 года у нас была Польша до 1939 года. Вот. Когда уже, кстати, немец забирал по Брест в Польшу. А советы отчули от по Брест заняли. А где тут была межа вот с советами? С советами? Маляшова в Алике и малая, знаете? Знаем. Ну, то вот там, как проезжаете, там на вот канал вот так пошел. И там на дорожные знаки. То это межа была польская. Ага. Вот. То хотели, кстати, сделать и в то время, кстати, в 1939 году, чтобы все наши деревни Машуля, чтобы все были католики. И православные, чтобы были католиками. И Лешкевичи в нас в основном. Это поляки считались. А одинокий супрунчик. Вот такие, то это православные, кстати. Мужики, короче сказать, называли. Не шляхта, а мужики. Вот так. Православных людей. А эти, то католики, то навет заставляли при Польше, хотели сделать, я скажу, всех исключительно, что было, где хотели, вот где клуб стоит в Машуле, вот где магазин, где это клуб, то хотели тут костел сделать, чтобы был костел. Не церковь, а костел. Вы знаете, в этом расстоянии, что костел, а что церковь. Церковь православная, а костел уже католикский. А вот эти Лешкевичи, они были католические эти православные? Православные я родился и живу в православной. А Лешкевичи? Что? Лешкевичи были православные эти католики? Были тоже православные и были католики. То их уже в 1939 году хотели заставить все. Ага. Чтобы были все католики. Ага. То у нас католики один один тут есть. То даже если вы зайдете в церковь, в Рамель, то христицы католики, вот так, полностью, пьяцы пальцами. Вот так. Отче наш и живи на небеси, да святится имя Твое. Вот. То мы крестимся три пальцы во имя Отца и Сына и Святого Духа. А католики на всю руку во имя Отца и Сына Святого Духа. Из лево направо католики? Да. Из лево направо. Ага. А как вы говорите, вот Лешкевичи эти считались поляки? Поляки. Хороший сказать. Я же вам говорю, что хотели сделать нашу всю деревню, чтобы были поляками, католиками. Ага. Вот. Потому что у нас навод нигде нема кладбищ. Ага. Двое. А у нас в деревне Мошули двое кладбищ. Ага. Лешкевичи все далей. Туды к кладбищам кладбища. А наши кладбища Мужицкие. Туды вот рядом, где деревня кончается с этой стороны. А если Лешкевич православный, да где его ховали? Там все Лешкевичи все на тих кладбищах. На тих, которые я скажу, что далей сделаны. Ага. Вот такие планы. А вот в Рамле тоже. Там же тоже были и Лешкевичи, и католики, и православные. То есть одно в Рамле одни кладбища. А у нас сделаны из потом веков, короче сказать, двое кладбища сделали. А скажите, а католик и поляк это одно и то же? Одно то же самое. То же самое. А чего так вот? Вот поляки они ж вроде в Польше живут. В Польше живут и католики, и православные, и цыганы, и евреи. Они ж там тоже такие люди. В Германии тоже. Я сам лично был и Германии. Хузником я считаю. А нас из нашей деревни выгнали 32 семьи. И маленькие были у повитку, и были 80 год старики. 32 семьи. И погнали в Лахву, еще в штате этого. В Лахву, Брестской области. Чулил. Там гмина там была, да? В Лахве? Нет. В Лахве это повстанция. Где там грузили нас в вагоны. А немцев раненых возили целый шалон в товарнику. Где нас наперед поставили. Что, как мины партизаны ложили. Чтобы, как взорвется поезд. Чтобы нас с первых побило. А этих раненых, чтобы защитить. Петро Демидович, а скажите, до кого-то поляки. Вот чего эти Ляшкевичи поляки? Они ж тут живут. Чего говорили поляки? Ну, кто хотел, то навык уже после войны уезжали в Польшу. Ага. С нашей деревни. Я ехал уже до дому, то встречались в Познане. В Польше. Городишко. В Познане. В Познане мы на станции встречались. Своими... Своей деревней. Вот рядом, вот тут. Вот за этим сараем. Они там жили, вот эти люди. И больше туда дали. Вот. А рассказывали, вот откуда эти Ляшкевичи тут взялися? Может они с Польши приехали, коли... Нет. Нет. Короче сказать, Мочуль это больше 300 лет. Як воно ж таки это... Организовывалось. То воно не называлось Мочуль, а Моч. Что кругом обливалось водой. Здесь, вот в этом месте, то уже, что вымощена эта дорога, то здесь по колено воды было. Эта вода весной лилась аж до самого рамля можно было ехать лодкой. Ага. Прямо через это поле. Для кого тут была одна вода, так может они приехали, поселились? Откуда эти Ляшкевичи? Ну, это еще... Это, короче сказать, при царской власти. Это у нас поселение было все. Вот такие дела. А откуда они приехали? А Бог не знаю. Я уже на это вам не докажу. Ну, не с Польши эти откуда эти... Нет. Они не с Польши. Не с Польши. То это же Давид городок считается. Давид. Угу. Городок. Это первый еврей поселился по поводу штат Горинь река. На Горинь реки поселился Давид. Вот. Это еврей. Угу. Фамилия. Где назвали Давид, где назвали Давид городок. Городок. А Туров. Турови тоже так же само было, что это... Поселение таким планом, встать. Это воно старинная, я кажусь, история очень... Очень длинная. Вот такие дела. Турова. Турова. Турова.